Есть в жизни такие простые вещи, которые кажутся нереальными, наполненные особенной силой. И вот одна из них — огонь. Когда мы думаем об огне, обычно представляем что-то элементарное, повседневное, вроде свечи или костра. Но огонь — это гораздо больше. Огонь — это основная стихия, которая питает нашу энергию, наше состояние, наше здоровье. Подумайте, ведь человек с огоньком в глазах всегда выглядит энергичнее, моложе, бодрее. Это люди, которые излучают тепло и свет, и дело здесь не только в их настроении или удаче. Внутренняя энергия — их внутренняя стихия огня на высоком уровне. Это не просто метафора, это действительно энергия, которая наполняет тело и душу, делает их менее подверженными болезням, помогает быстрее восстанавливаться и в целом притягивает к ним успех и позитивные изменения в жизни. Когда у человека угасает огонь внутри, это становится заметно не только по его состоянию, но и по внешнему виду. Он выглядит уставшим, блеклым, как будто что-то потерял. Если внутренний огонь на низком уровне, это может привести к разным проблемам, как на физическом уровне, так и на энергетическом. Ведь огонь — это тепло, энергия движения, а его недостаток делает человека вялым, незащищенным перед болезнями и жизненными трудностями. Всё в жизни начинает даваться труднее, как будто пропала та самая искра, которая заставляет двигаться вперёд. Вы когда-нибудь замечали, как тело человека начинает остывать, когда он умирает? Это как раз и связано с тем, что внутренняя стихия огня покидает тело одной из первых. Сразу после этого наступает холод, как метафорический, так и физический. Это подчёркивает важность огня для нашей жизни, для её поддержания и сохранения. Но что если я скажу, что этот огонь можно возрождать, усиливать и поддерживать? Это не только возможно, но и необходимо, чтобы жить полной жизнью, быть здоровым и энергичным. Один из способов сделать это — через огонь внешний, живой. Ведь он напрямую связан с нашей внутренней энергией. То, что я расскажу дальше, не требует никаких сложных ритуалов или подготовки. Это простая, но удивительно действенная практика, которая поможет зарядить вашу внутреннюю стихию огня и через это улучшить здоровье, наладить дела и даже омолодить ваш внешний вид. Что нужно сделать? Вечером, примерно за 20 минут до того, как вы собираетесь ложиться спать, возьмите любую свечу. Неважно, какая это будет свеча, главное, чтобы был настоящий огонь. Зажгите её, сядьте спокойно и просто посмотрите на пламя. Несколько минут уделите тому, чтобы прочувствовать этот огонь, его силу, его тепло. Это не просто медитация, это способ соединиться с внешней стихией огня и зарядить ею свою внутреннюю энергию. Ощутите, как этот огонь внутри вас тоже начинает разгораться. Ведь пока человек жив, этот огонь всегда присутствует, просто иногда его нужно подзарядить, подкрепить. Когда почувствуете эту связь, можно приступить к следующему шагу. Ладонями начните черпать огонь. Конечно, не буквально, это образное действие, чтобы почувствовать, как огонь передаёт свою энергию через руки. Проводите ладонями над пламенем, не обжигаясь, словно черпая его силу. Затем начните как будто бы мыть руки этим огнём. Представьте, что огонь очищает ваши ладони, наполняя их теплом, силой и энергией. Важно прочувствовать это на уровне ощущений. Не просто делать движения, а действительно ощущать, как огонь проникает в ваше тело через руки. После этого начинайте умывать лицо тем же образом. Проведите ладонями по лицу, разглаживая его, как если бы вы умывались. Но вместо воды вы используете огонь. Ощущайте, как эта стихия проникает в вашу кожу, омолаживает её, делает её ярче, сильнее, как будто смывая с вас всё негативное, что накопилось за день. Проводите ладонями по лицу мягко, спокойно, как будто разглаживая невидимые морщинки или снимая усталость. Представьте, что этот огонь очищает вас не только снаружи, но и изнутри. Делайте это в течение пяти минут, после чего погасите свечу. Вы сразу почувствуете, что ваше состояние изменилось. Ощущение лёгкости, тепла, наполненности энергией – это то, что будет сопровождать вас после этой практики. И вот что удивительно, если делать её регулярно, хотя бы раз в неделю, вы начнёте замечать изменения в своей жизни. Станет легче справляться с делами, здоровье улучшится, и, что особенно важно, внешний вид начнёт меняться. Вы будете выглядеть моложе, свежее, как будто вас кто-то подсветил изнутри. Ведь огонь не только согревает, но и очищает от всего лишнего, ненужного. Он сжигает тьму и негатив, освобождая место для света и тепла. Эта практика – не что-то сложное, её может делать каждый. И вы сами увидите, как начнут происходить изменения, если будете делать её регулярно. 5-10 минут перед сном – это совсем немного, но эффект будет заметен довольно быстро. Стихия огня, которую вы подпитываете таким образом, станет работать на вас, наполняя вашу жизнь энергией, силой и здоровьем. Вы также заметите, что начнёте быстрее восстанавливаться после болезней, а сами болезни будут обходить вас стороной. Ведь когда внутренний огонь на высоком уровне, он как защитный барьер против всего плохого. Вы будете чувствовать себя бодрее, энергичнее, ваши дела начнут складываться лучше, потому что внутренняя энергия будет направлена в правильное русло. И вот ещё что важно, ваше настроение и эмоциональное состояние тоже изменятся. Ведь огонь – это не только физическая энергия, но и эмоциональная. Он помогает избавляться от тяжести на душе, от негативных мыслей, от чувства усталости или апатии. После практики с огнём вы почувствуете, что стали легче относиться ко многим вещам, что проблемы уже не кажутся такими сложными и страшными. Это как будто вы получаете дополнительную поддержку, внутренний ресурс, который помогает вам справляться с любыми трудностями. Так что если вы хотите улучшить своё состояние, здоровье, внешний вид, да и просто повысить уровень энергии, попробуйте эту простую практику. Огонь – это сила, которая доступна каждому, но не все знают, как правильно её использовать. А когда научитесь, результаты не заставят себя ждать. Вы начнёте чувствовать себя лучше, выглядеть моложе, дела пойдут в гору, а здоровье станет крепче. И помните, что стихия огня – это не просто что-то внешнее, это часть нас. Она всегда внутри, и наша задача – поддерживать её на высоком уровне. Тогда жизнь становится ярче, светлее и наполненной позитивными изменениями. Когда мы говорим о влиянии тепла на организм, важно понимать, что это не просто субъективное ощущение комфорта. Тепло оказывает вполне конкретное физиологическое воздействие на наше тело. И когда мы используем огонь, например, во время практики с зажжённой свечой, это помогает нам не только на уровне энергетики, но и на уровне биологии. Первое, что стоит отметить, это влияние тепла на кровообращение. Когда наше тело чувствует тепло, кровеносные сосуды начинают расширяться, что способствует лучшему притоку крови к органам и тканям. Кровь – это наш основной транспорт кислорода и питательных веществ. Улучшение кровообращения помогает не только насыщать организм необходимыми элементами, но и ускоряет процессы регенерации. Это особенно важно, если вы чувствуете усталость или напряжение после долгого дня. Огонь, как источник тепла, может служить своеобразным активатором этих процессов, помогая организму быстрее восстанавливаться. Кроме того, тепло обладает замечательным свойством. Оно расслабляет мышцы. После стрессового дня, когда ваше тело наполнено напряжением, сидение рядом с источником тепла, будь то свеча, камин или даже горячая ванна, помогает снять это напряжение. Мышцы расслабляются, зажимы уходят, и вместе с этим уходит накопившаяся усталость. Вот почему ощущение тепла так часто ассоциируется с расслаблением и покоем. Когда мышцы напряжены, они потребляют больше энергии, а это, в свою очередь, может приводить к быстрой утомляемости. Расслабление через тепло не только восстанавливает физическое состояние, но и улучшает общее самочувствие, снижая уровень стресса. Не менее важно и то, что воздействие тепла на нервную систему. Тепло помогает активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за отдых и восстановление организма. Когда эта система включается, тело переходит в режим релаксации, частота сердечных сокращений замедляется, дыхание становится более ровным, мышцы расслабляются. Это состояние крайне полезно для тех, кто живет в состоянии постоянного стресса или беспокойства. Огонь здесь может выступать как своего рода катализатор. Глядя на пламя, чувствуя его тепло, вы постепенно уходите от внешнего мира и концентрируетесь на своих внутренних ощущениях, что помогает снизить уровень тревоги. Тепло также может играть роль в снятии боли. Многие из нас замечали, как прикладывание горячего компресса к больному месту может облегчить состояние. Это связано с тем, что тепло помогает уменьшить воспаление, улучшить кровоток и, как следствие, ускорить процесс восстановления тканей. Огонь, даже если он в виде небольшой свечи, может создавать тот самый эффект локального тепла, который помогает телу справляться с мелкими недомоганиями. Конечно, мы не говорим здесь о том, чтобы лечить болезни огнем, но как элемент восстановления и снятия напряжения он работает вполне эффективно. Интересно, что тепло также влияет на уровень гормонов в нашем организме. Когда мы согреваемся, у нас увеличивается выработка окситоцина, гормона, который отвечает за чувство покоя и доверия. Это еще одна причина, почему огонь создает ощущение уюта и защищенности. Сидя рядом с огнем, вы не только физически расслабляетесь, но и эмоционально чувствуете себя более стабильно и комфортно. Таким образом, когда мы проводим практику с огнем, это не только влияет на наше энергетическое состояние, но и напрямую улучшает физическое здоровье. Улучшение кровообращения, расслабление мышц, снижение стресса и даже ускорение процессов восстановления, все это становится возможным благодаря воздействию тепла. Поэтому регулярное использование огня в качестве элемента практики это не просто ритуал, а мощный инструмент для поддержания здоровья и внутреннего равновесия. Спасибо, что были со мной сегодня. Если вам понравилось то, о чем мы говорили, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые полезные практики и советы. Оставьте свою реакцию, это поможет мне лучше понять, что вам интересно. А в комментариях напишите аффирмацию. Я наполняюсь силой и энергией каждый день. Это отличное начало для закрепления позитивных изменений в вашей жизни.